Приветствую всех на моем канале меня зовут Ирина Макарова я иконописец расскажу вам тонкости того что я делаю как я покрываю икону олифой она пропитывается в течение 80 часов в течение всего дня пропитывается льняной натуральной олифой когда она загустела до такой степени как я показываю на видео она может даже слегка тянуться она оставляет она не растекается она оставляет вот такие бугорки при воздействии на нее значит уже ее пора снимать беру бумагу бумагу для принтера использую обычно можно использовать кальку или любую другую впитывающую бумагу а главное чтобы она не оставляла ворс потому что все к маслу прилипает любые ворсинки волосинки мусоринки этого нельзя допускать сама икона перед тем как налить на нее олифу тоже очищается от от пылинок просматривается и заливается олифы ставится на ровную поверхность чтобы ваша олифа не утекала допустим в один угол а другой угол остался не покрыт олифой и в течение дня мы гоняем по иконе до тех пор пока она не загустела здесь у меня уже показан процесс снятия олифы я ее разравниваю чтобы остались у меня ровная ровная поверхность чтобы я могла потом прекрасно ее покрыть лаком по этой поверхности так я ее промакиваю и снимаю снимаю аккуратно без резких движений чтобы не повредить свою тонкую тонкую живопись живопись у меня миниатюрная так живопись миниатюрная потому что я училась в поселке холлый центр лаковые миниатюры древний центр иконописи занимаюсь иконописи уже восемь лет этим олифи ним я уже занимаюсь занималась не знаю сколько раз поэтому все получается четко главное не пропустить момент то есть если вы икону залили олифой никуда не уходить от иконы постоянно следить за ней разглаживать эту алифу смотреть не поехали ли у вас краски не размывается ли не размывается ли золото то есть все должно быть постоянно под контролем даже на видное место советую повесить объявление алифа просто алифа и кто видит это объявление тот напоминает алифа да я помню открываешь коробочку с иконой заглядываешь смотришь все ли в порядке погоняла алифу и убрала обратно так аккуратно нужно снимать не попадать на золото этой масляной бумагой золото требует не требует она пропитки алифы она требует только покрытия лаком золото положено на полимент такой древний способ золочения на глину способ позволяет прекрасно в будущем реставрировать икону даже если храме прикладывается к иконе она допустим вся уже облезает от того что через нее столько количество народа проходит по золото бывает сходит то этот способ он позволяет легко отреставрировать икону позолота золото сусальное листовое настоящее так аккуратно я снимаю и палец поставить неправильно то можно ногтем поцарапать даже через бумажку желобистую нужно аккуратно с этим прикладываю пропитываю осторожно с мелкими деталями с дерева снимаю олифу пальцем если бы я приложил туда сразу бумагу там большое количество было олифы она бы расплющилась и утекло на золото поэтому я сначала вот так снимаю вытираю палец от бумагу потом уже прикладываю бумагу и снимаю остатки это икона семейная писалась она на заказ такой вид иконы который просто нельзя прийти там купить где-то то есть она исполняется именно на заказ все здесь святые покровители в этой семье всех членов в центре святые покровители родителей по краям святые покровители детей святые родители изображены на одной горочке вот у них под ногами может быть земля в виде горок может быть позем горки они символизируют наш духовный рост ступени нашего духовного развития это они изображены на горке аккуратно снимаю чтобы не оставалось излишков если останутся излишки у вас все высохнет а в одном месте будет еще сырое так что надо везде все проследить чтобы было однородно делаю движение не к золоту а от золота цвету цветовым пятнам иконы написано яичной темперой такие краски на основе натуральных минералов перетертые вручную с яичной эмульсией яичной эмульсии это смесь желтка и воды но эти краски все равно требуют пропитки обязательной олифой они даже за счет этого как бы превращается в масляные краски все частицы все слои склеивается между собой а иконописи вообще это такая техника многослойная свои должны быть тонкие их много за счет этого эффект свечения у красок краски вот после пропитки олифы начинает особо светиться вот когда они в сухом виде вот их на нанесла эти сырые краски они высохли они становятся блеклыми как бы иконописец то понимает что они будут намного ярче после пропитки но вот если вам иконописец показывает готовую работу то тоже заказчиком то учтите что она будет слегка ярче вы даже не увидите всех моментов пока она в сухом виде а вся она раскроется в своей красе только после покрытия олифы и лаком очень такой процесс когда наливаешь олифу на икону она начинает светиться такой краски все проявляются лаком покрывается для того чтобы уже защитить еще и алифа потому что алифа имеет свойство темнеть ну на самом деле алифа и лак через год уходят в икону и получается такая окаменевшая поверхность уже нет блеска на иконе такого как на свежей иконе то есть она все этот блеск он немножечко туда тонет и получается очень такая бархатная поверхность у иконы приятная новая она имеет некоторый глянец потом уже все становится на свои места все спокойно и красиво такая красота получилась надеюсь эта икона будет передаваться с поколения в поколение все благодарю за внимание подписывайтесь с вами лайк напишите рима макарова всем до свидания